МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наша школа начала свою деятельность с 1 сентября 1960 года. По инициативе тогда действующего начальника авиационного гарнизона Сергея Ивановича Климакова было инициировано строительство восьмилетней школы. В 2014 году мы переехали в это новое современное здание. На тот момент директором школы была Людмила Николаевна Сыроед. Более 30 лет она была хозяйкой 24-й школы и, так сказать, по наследству, передала мне свое детище. С 2017 года я вступила в должность. За все годы существования нашей школы мы постоянно развивались, не стояли на месте. В определенное время мы стали средней общеобразовательной школой. По инициативе Людмилы Николаевны реализовывалось много проектов. Одним из основных проектов была школа валиологического направления. Когда в развитии образования происходили перемены, школа была площадкой по внедрению единого государственного экзамена. Сегодня мы тоже развиваемся, вступаем в различные проекты, не стоим на месте. И в 2021 году мы в составе трех школ нашего округа Гагаринского создали Малую авиационную академию. Цель этой академии заключается в том, чтобы прививать ребятам интерес к профессиям авиационной направленности. Нашими сотрудниками в этой сфере являются колледжи гражданской авиации, авиапредприятия нашего округа. И по той причине, что спрос на профессии авиационной направленности очень высок, мы решили, что именно в этом направлении мы будем осуществлять профориентацию для наших учащихся. Если пройти по нашей школе, то можно обратить внимание, что мы все оформили именно в таком вот авиационном стиле. Цель нашей воспитательной работы тоже заключается именно в том, чтобы воспитывать граждан не только патриотически направленных на развитие России, республики, но именно и с целью пропаганды авиационного направления. Много родителей наших учащихся – это как раз-таки сотрудники авиапредприятий, это пилотный состав, это диспетчерский состав, и, безусловно, что они хотят, чтобы их дети продолжили профессию родителей. Работая тесно с предприятиями округа, непосредственно с авиакомпанией «Полярная авиалиния», с авиакомпанией «Якутия», с аэропортом «Якутск», мы вводим ребят на экскурсии, приходят к нам сотрудники этих предприятий, и все, конечно, именно с тем, чтобы как можно глубже познакомить ребят с внутренним миром той или иной профессии. В этом году, как и многие школы России, мы открыли ставку советника по... советника-директора по воспитательной работе, и у нас две молодые девушки очень с огромным энтузиазмом работают с ребятами в этом направлении. Совсем недавно, к 23 февраля, в третий класс нашей школы вступил в «Орлята России», что очень почетно для ребят, они очень этим гордятся. Также у нас есть два класса, которые входят в состав юной армии. Один из них в этом году является выпускниками, но на смену им пришел седьмой класс. Ребята все очень инициативны, принимают участие в различных мероприятиях как всероссийского масштаба, так и в масштабах республики. Что касается учебного процесса, то хотелось бы рассказать о том, что в нашей школе обучаются на сегодняшний день 1154 учащихся, 35 классов комплектов. Есть классы с русским языком обучения, есть классы с языком обучения якутским. Очень, конечно, классы у нас насыщены количеством детей, что является небольшим минусом. Но на то мы и педагоги, чтобы справляться с любыми проблемами, с любыми сложностями. Не взирая на то, что мы учимся в две смены, что классы наполнены, мы все равно успеваем проводить огромное количество мероприятий. Наши ребята участвуют в научно-проаптических конференциях «Шаг в будущее». Все этапы муниципальной Всероссийской олимпиады школьников наши ребята тоже принимают активное участие. На уровне города и республики принимаем участие в мероприятиях патриотического воспитания. Это, конечно же, и «Смотр песни строя», это и «След юноармейцев», это и различные акции социальной направленности, гражданской направленности. Все это непосредственно воспитывает в каждом из учащихся патриотические качества. Каждый год наша школа гордится своими выпускниками. Мы выпускаем медалистов. В выпускники 11 классов поступают в высшие учебные заведения. В 2022 году 75% выпускников технологического класса поступили именно в учебные заведения авиационного профиля, что подтвердило направленность нашей работы. И хотелось бы именно отметить, что поступили на бюджетные места, что тоже является показателем, безусловно, работы педагогического коллектива. На третьем этаже зона отдыха выполнена в виде оранжереи. Если вы заметили, нашу школу можно назвать зеленой, ведь у нас повсюду множество растений. А все это благодаря учителю биологии Елене Николаевне, которая тщательно за всем следит. А теперь давайте заглянем в кабинет хореографии. Здесь Юлия Сергеевна проводит занятия для младших классов. В кабинетах интервью Елене Николаевне, у нас очень много компьютеров. Так как сейчас век цифровизации и информатизации, это нам помогает участвовать в различных конкурсах и проектах. Наша школа находится в Гагаринском округе, и мы тесно связаны с авиацией. Это шефы нашей школы, которые помогали и помогают нам организовывать различные авиационные мероприятия и проекты. Сейчас наши коллеги из медиа-студии снимают репортаж. Давайте посмотрим, как они это делают. В космонавтике отличается весь мир. Поэтому мы посвящены первым полетам Юлия Владимировича. Также первым человеком, который побыл на борту самолета, является Михаил Михайлович. В своей работе мы затрагиваем различные направления, и одним из направлений у нас является медиа. С этого года мы сотрудничаем с КСКИЛ и, соответственно, развиваем медиа-центр. Сегодня вы могли наблюдать небольшой кусочек нашей сложной, плодотворной работы с детьми. С этого года в России введена должность советника-директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В нашей школе работаю я и моя коллега Ольга Вячеславовна Спиридонова. С этого года мы готовы создать на базе нашей школы детское общественное объединение, которое будет включать в себя более ста детей. Идея создать медиа-центр нам пришла в этом году, потому что стало очень актуально снимать различные дни единых действий. И потихоньку дети собрались в такой вот центр, который включает в себя 25 воспитанников нашей школы. И сегодня, соответственно, вот малая часть нашего медиа-центра присутствует в школе, потому что мы готовим видеоролик ко дню космонавтики, который планируем внедрить на занятия разговоры о важном, да, именно для нашей школы. Все оборудование у нас есть, да, стойка есть, есть микрофончики, петлички могли наблюдать у детей, да, для лучшего звука. И, соответственно, вот мы работаем с тем, что у нас есть. Нашим медиа-центром ведется большая работа. У нас есть рубрики «Сверстник к сверстнику», в которой дети делятся своими лайфхаками по различным предметам. Также совсем недавно мы запустили рубрику «Все просто», в которой учителя рассказывают о неких лайфхаках по ЕГЭ и ОГЭ. Их вы можете найти на нашей официальной странице ВКонтакте и также в Телеграм. Помимо медиа-центра в нашей школе работают волонтеры. В этом году мы работаем с девочками в рамках популяризации здорового образа жизни. Участвуем в проекте «Доброволец.Про». В конце декабря прошлого года стало известно, что мы прошли во второй этап конкурса. Сейчас у нас идет реализация нашего проекта. В рамках патриотического воспитания в нашей школе действует юнармия. Туда входят 6-й А, 7-й В и 11-й А классы. А это кабинет логопеда. Давайте заглянем, может быть, здесь уже есть занятия. Так, майка. Четвертая линейка находится. Так, хорошо. Гномик. Мы находимся в фойе актового зала. Здесь представлены педагоги нашей школы, а также доска почета, где показаны отличники старшего звена. Я здесь тоже есть. А это наш большой актовый зал. Здесь проводятся не только внутришкольные мероприятия, но и городские, и республиканские. ПЕСНЯ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь находится кабинет технологии, а это выставка наших учеников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На каждом этаже есть зона отдыха. Здесь все выполнено в современном музыкальном стиле. У нас есть рояль. Ученики могут играть на нем в любое время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это у нас кабинет музыки. Здесь идет занятие ансамбля народных инструментов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В нашей школе обучается 8 юнормейцев, 5 из которых награждены знаками юнормейской доблести третьей степени. Но в будущем мы передадим эстафету семиклассникам, которые станут доблестными юнормейцами в будущем. В Совет старшеклассников идет активную работу. Мы организовываем спортивные и культурно-массовые мероприятия для учеников, учителей и гостей нашей школы. Моя работа заключается в том, что я должна помочь сплотить ребят и наладить контакт между работниками школы и учителями. Школа – это наша крепость, в которой мы можем укрыться от проблем. Она готовит нас к взрослой жизни и общению с разными людьми. Я очень люблю свою школу и горжусь, что учусь именно здесь. О такой школе можно только мечтать. Каждый учебный год мы ориентируем ребят на выбор своей будущей специальности. И по интересам и запросам как учащихся, так и их родителей мы открываем профильные классы. И, как я уже сказала ранее, ориентир, конечно, делаем на профессии авиационного профиля. Но учитываем и интересы других ребят. Безусловно, многие хотят стать медиками, юристами, экономистами, приобрести какую-то профессию в техническом направлении. И очень приятно, что показателем нашей работы является то, что ребята поступают в высшие учебные заведения многих центральных городов России, престижных вузов с высоким рейтингом. Ну и хотелось бы в заключении сказать о наших дальнейших планах. Конечно, главная цель любой школы – это дать крепкие знания, подготовить ребят к взрослой жизни, помочь им социализироваться, выбрать свою профессию. И, безусловно, это главная цель каждого педагога, который выбрал своей работой именно эту деятельность. Мне бы хотелось пожелать всем педагогам успехов, творческих идей. Ну и накануне 8 марта разрешите мне поздравить всех женщин, учителей с этим прекрасным весенним праздником, пожелать всем хорошего настроения, здоровья, оптимизма, любви и вдохновения. Субтитры создавал DimaTorzok